Стартовать потихоньку на сегодня. Вроде все есть. Что хотелось обсудить. Мы сейчас на самом деле завершили более-менее такие базовые вещи в NLP, в том смысле, что дошли до трансформеров, и в какой-то момент было бы неплохо, ну, поскольку мы на прошлом семинаре посмотрели на тот ноут, который предполагалось будет сегодня, ну, просто потому что лекции немножко поехали, такое случается. Хочется немного сделать рекап. Почему? Потому что дальше будет только хуже. В том смысле, что если на текущий момент у вас есть какое-то непонимание каких-то базовых вещей, и при слове трансформер, если сейчас вы еще там что-то более-менее понимаете, или там есть какие-то сложности, дальше будет все хуже и хуже и хуже, и там начнутся типа вот, возьмем трансформер, уберем пару слоев, добавим что-то еще, получим BERT, потом вот GPT-шки, это то же самое, только еще и с поиском. Поэтому давайте просто быстренько, ну, в таком лайтовеньком режиме пробежимся, потому что было, просто для того, чтобы в памяти это более-менее отложилось, и дальше на следующих лекциях у вас, ну, в общем, воспринималась вся история попроще. Насколько я помню, начинали мы с эмбеддингов. У меня такой вопрос, что такое эмбеддинг? Как вы это поняли? Да, хорошо. А если я сделаю большой разреженный вектор, например, матрицу, почему это плохо? В каком смысле размыто? Ну, почему мы хотим вообще… Ага, во, информативное, отлично. То есть мы хотим что-то, мы хотим викторизировать какую-то, скажем так, какие-то данные, будь то картинки или слова, в каком-то информативном виде. А информативность, она в чем? О, расстояние классное. Оно там бывает разное, но, в общем, есть какие-то меры. Ну, допустим, мы говорим про слова. Хочется, чтобы два близких по смыслу слова векторно были близки. Ну, векторно близки — это там тоже понятие растяжимое. В общем, какую-то меру наложим, на эти два вектора сравним. И там, я не знаю, королевы и принцессы — это что-то более-менее одно и то же, только по возрасту отличаются. Ну, в общем, да, понятно, имбеддинги. Строить их можно по-разному. Ну, для чего они нужны для текстов, я думаю, понятно, потому что, ну, можно как бы с символами работать. Алфавит конечен, можно закодировать, наверное, все слова просто там посимвольно и сделать какую-то большую разреженную матрицу, но с этим работать не очень хочется. Ну, соответственно, ну, с этого на самом деле начинаются в каком-то смысле первые имбеддинги, типа, давайте сделаем багу ворс. Тут это будет чуть попозже, наверное. Ну, мешок слов. В общем, все понятно. Берем слово, кодируем его в one-hot vector, а после этого предложения есть просто сумма этих one-hot векторов. Ну, понятно, почему. Ну, и понятно, почему такая штука плохо работает. Потому что она не учитывает непорядок слов, потому что она, скажем так, довольно разрежена и вообще контекста никакого, и вообще довольно странная штуковина. Ну, и плюс нужно не забывать про то, что ой, а у слов там бывают разные формы, а давайте сделаем предобработку. Ну, в общем, базово, как только вы будете сталкиваться с любой NLP-задачей, вы всегда должны помнить, что вы должны привести ваши слова к чему-то единообразному. Ну, взять, а потом уже наложить имбеддер. Я думаю, тут все более-менее очевидно. Ну, условный перепроцессинг. Лемонтизация, токенизация. Что такое лемонтизация, токенизация, и что, зачем оно надо? То есть словоформы приводим к чему-то исходному. А как можно проводить лемонтизацию? Ага, ну, это наивно, да, 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 да. А можно потом проводить лемонтизацию? Ну, понятно, можно стемминг сделать, просто обрубить. Ну, в общем, это не очень хорошо может работать. Но давайте представим, что у нас есть там какой-то граф со словами, словоформы. Вот, допустим, он, на самом деле, он в таком виде плюс-минус и есть. Это если импортировать готовый пакет. Но если уж совсем хочется, ничем не пользоваться, ну, обрежьте окончание или преобразование сделать. Типа множественного числа единственное в английском языке. Ну, в русском, я думаю, там можно свои правила закодить. Я думаю, вы, возможно, знаете, что такое регулярное выражение и как туда можно слово загнать. Ну, если уж совсем не хочется ничего импортировать, можно самому написать. Ну, да, в общем. Ну, допустим, мы это сделали, допустим, мы умеем bag of words, но кажется, этого недостаточно. В каком-то смысле совсем недостаточно. Помните, как у нас строится word2vec? Что это такое? Мы берем слово и хотим предсказать контекстные слова, которые встречаются. А если вот прямо вот назад еще, вот у нас есть что? Ага, ага. Ну, точнее… Ага, ага, окей, ага. Ну, понятно, да. Мы берем середины слова в скепграмме и либо пытаемся по нему предсказать то, что в соседних, либо по ним, то, что внутри. Ну, просто получаем задачу классификации, решаем эту задачу таким узким горлышком бутылочным. Берем one-hot vector, сужаем его и потом предсказываем вектор вероятностей. Ну, и, соответственно, обучили, забрали вот этот слой преобразования. Все классно. Теперь у нас есть векторное представление. Ну, можно, наверное, накрутить что-то еще дополнительно. Слушай, ну, можно и так. Тут, мне кажется, ну, классический word to bec, он предполагает, что ты просто предсказываешь по слову контекст, это классификация. То есть у тебя просто есть пара таргет, ну, точнее, вот твое слово в скепграмме в середине и то, что ты пытаешься предсказать, я думаю, понятно. Датасет ты получаешь просто, ну, фактически из коробки. Тебе для этого нужен просто корпус текстов. Ну, берешь, я не знаю, Достоевского. Вот тебе дробишь его на предложение и, в общем, поехали. Тут еще говорилось про TA и FDF. Ну, я думаю, что это на самом деле по сравнению с word to bec не такая важная штука. Нужно, наверное, просто знать, что это такое, уметь это считать. Но это, в общем, по сравнению с word to bec, ну, так, довольно слабо. Ну, вот и все как-то на самом деле. То, что касается и беддингов. Ну, можно еще подобавлять что-то посерьезнее. Например, ну, совсем извратиться. Взять какие-нибудь еще n-граммы, попытаться по n-граммам попредсказывать. Например, добавить их в качестве ванход векторов n-граммы. Например, по n-грамме по двум слов можно попытаться третье предсказать. Ну, это тоже самое. Принцип на самом деле построение беддинга, я думаю, понятен. Итак, так, что еще я хотел рассмотреть? Тут где-то должен быть, должна была быть преза про рекуррентной сетки. Наверное, оно здесь где-то будет. CNN for text, self-attention. Сейчас найдем. А если без CNN? Ха. Ну, ладно, на самом деле тут начинается разговор про то, что свертки, это тоже классно. Ну, вопрос не в этом. Вот это что такое? Что такое рекуррентная сеть? На самом деле работа с текстами предполагает, что вот, а давайте мы посмотрим на структуру данных и хочется последовательно как будто бы как-то впитывать слова и что-то там уметь делать. Вот по какому принципу строится RNN? Как она обучается? Почему? Славы, которые... Мы продаем следующий блок и текущий слов и предыдущий скрытый состояние. А что такое скрытое состояние? Как оно получается? Содержится... Ну, как эта матрица. Ага, ага, ага. Ну, понятно. Это как в линейной регрессии, просто с тангенсом, как что-нибудь еще там. И получается, что оно содержит как раз информацию всем предыдущим. А что значит содержит? Ну, учитывает, потому что подряд это слово, это следующее, и там внутри как-то обрабатывается, то есть учитывает, что предыдущие. Ага, ну, то есть что произойдет, если ты пять раз, пять слов с ешерненкой? Ты просто наложишь на первое слово пять раз преобразование, конкатинируешь четыре раза и так далее. Ну, да, понятно. А как это обучать? Не-не-не, вообще вот просто. Ну, мы хотим научиться предсказывать следующее слово. Ага. Ага, ну, то есть классификация опять. Ну, да, это вот ты об этом говоришь, скорее всего, что оно прокидывается. А в чем проблема обычной РНН-ки? Ну, во-первых, длинные предложения. Ага. Нет долгосрочной памяти. Ага, ага. Ага, ага. Он может запринуть точно. Да, да, да. И поэтому мы хотим придумывать что-то поинтереснее. Типа не ванилла РНН, а на ЛСТМ. Да, вот она и есть. Ну, в общем, принцип ЛСТМ чем отличается от РНН-ки? Ты уже правильно сказал, есть долгосрочная память. Это что такое? Ну, типа он решает, например, нужно ли обновлять память. Ага, ага. Очень важно, как это будет действовать. Обновить или насколько забыть сам информацию. Ага, ага. И это все, чтобы обновить, вот это разное, опять же, не накликать по 7-мому. Ага, ага. Ну, да, это задача классификации. Просто решить, обновить или забыть. Ну, понятно, да, или оставить. Окей. А что такое затухание градиенты? Ну, для РНН… Ага, ага. Они очень маленькие, и пристроительные, пристроительные саппи. Угу, угу. Ну, понятно, да. Просто там производные сложные функции и 10 раз мы что-нибудь… Chain rule. Chain rule, и все, и до свидания. А как это можно пофиксить? Skip connection. Угу, угу. Ну, да, да, здесь более-менее. Здесь предполагается, что это, ну, более-менее учитывается. А обычную РНН-ку действительно можно skip connection полечить. А что такое skip connection? Ну, на самом деле, skip connection касается не только РНН-ок, но вообще любых глубоких сетей, и это классно, типа, что это можно использовать. Ну, получается, когда просто пропускаем что-то будет помощь, что-то… Ну, не, на самом деле, вот ты можешь просто взять, вот представь у тебя несколько последовательных преобразований. Вот ты можешь взять, там, например, вот их пять, ты берешь третье и говоришь, вот это значение я возьму, приконкатинирую к пятому, а еще какое-нибудь преобразование наложу, и все, как бы вот оно и работает. То есть, по сути, ты можешь принцип применять к любому, ну, к любой сетке, как к рекуррентным, так и к сверткам. Ну, да, вот это оно здесь и есть, на самом деле. Ну, вот тут потом просто релу еще над этим идет. Ну, под преобразованием я понимаю, что здесь можно не только релу, ну, в идеале, предполагаю… Короче, придумали сначала с релу, на самом деле, это вообще не важно что, потому что я думаю, вам, возможно, рассказывали, ну, точнее, вам точно рассказывали, что, например, какие-то глубокие сетки, у них чуть ли не три выхода промежуточных, они все три обучаются, там, упрокидываются, покороче, подлиннее, там, еще это как-то вот так вот все, ветвится и смыкается обратно. Ну, да, в общем. А почему свертку можно применять для текстов? Угу, угу. Угу. А что такое свертка? Линейное преобразование. Да, 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 это линейное преобразование, но по какому принципу оно действует? У нас есть… Мы первоначальную матрицу умножаем на… Ага. То есть это, по сути, маска такая? Обучаемая маска. Ну, да, да, да. Ну, ага. И ты вот просто можешь наложить, по сути, у тебя свертка может иметь просто размерность там 1 на 5, например. Это то же самое, что идешь по 5 слов вот так вот, например. Ну, и понятно все, окей. Угу. Ну, понятно. Сверстки научились применять, имбеддинги научились. Все классно работает, замечательно. А, attention, понятно. Ну, ладно, с этим разобрались. Что еще есть? Дальше начинается посложнее. Вот у нас есть на текущий момент просто рекуррентные сетки. Они умеют работать с текстами через имбеддинги. Они умеют предсказывать следующее состояние. А как из этого перевод получить? Ну, с конечным токеном просто. Ну, то есть там конечный токен, просто мы, когда возьмем исходное предложение, мы его в конце поставим, поймем, что мы все съели, а потом стартовый передадим с тем скрытым состоянием, которое получили, когда съели все, что было в исходном языке. Окей. Ну, по сути, encoder-decoder — это просто две рекуррентные структуры и все. Ну, как бы, вроде все понятно пока. Понятно, что… Ну, да, логично. То есть, по сути, ты можешь просто фильтр так обучить какой-нибудь, там, резкость увеличить или что-нибудь еще. Ну, понятно, да, здорово. Так, имбеддинги, 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 имбеддинги. Так, так, так. Понятно, тут все то же самое. Сейчас я доберусь до энкодера-декодера. А, ну, тут, кстати, еще такое упоминание про то, что, ну, вообще-то не обязательно сетку использовать для перевода. Можно просто граф построить, связанности слов друг с другом в переводе. Ну, и статистикой переводить, там, байсовские вероятности посчитать. Типа, да, да. Ну, у тебя сидят, в общем, лингвисты, строят матрицу переводов, например. Потом ты вычисляешь вероятности. Ну, берешь условную вероятность того, что следующее слово, например, будет переводиться так при контексте предыдущих. При условии того, что слова независимы друг от друга переводятся. Ну, это, конечно, упрощение, и оно работает плохо. Ну, в том смысле, что когда-то так работало, я думаю, вы помните, когда там на уроках английского что-то пытались переводить, и вам учителя говорили, блин, транслит, гугл, очень плохо. Типа, вообще ни грамматики нет, Ну, понятно, что это все пофиксили, пофиксили как раз чуть попозже, когда научились работать с рекуррентными сетками. Ну, просто потому, что на самом деле рекуррентные сетки в неявном виде какие-то грамматические конструкции в себе могут как бы хранить. Не в смысле, что они такие, а, ну вот, там падежи выучили, а в смысле, что они просто учатся повторять за переводом. Ну, и, кстати, я думаю, тут понятно, да, в чем проблема. Проблема тут в том, что если мы используем, опять же, длинные предложения, и мы сгенерировали что-то неправильно, то дальше будет только хуже. А чтобы этого избежать, начинается магия дальше. Ну, да. Сейчас, где оно? Где оно? Где оно? Ну, оно уже, по-моему, дальше. Это про статистические. А, ну да. Собственно, это метрика качества перевода. Логично. Если мы хотим что-то обучать, было бы неплохо потом посмотреть, насколько это эффективно. Ну, в общем, их несколько, да. Но это не так важно. А, ну, тут какие-то примеры, примеры, примеры. Понятно. В общем, дошли до attention на самом деле. Ну, в общем-то, почти до конца. Что такое attention? Давайте еще раз. Я понимаю, что это только что было на лекции, но было бы неплохо с этим разобраться просто окончательно, чтобы потом не было… Ну, понятно, для чего это надо вообще. Ну, да. Это, в общем, к слову о том, что языки дословно слабо переводятся. Возможно, что два-три слова переводятся в одно. Ну, или в зависимости от их перестановки это разный смысл. Ну, и понятно, что тогда мы можем использовать все, что было в исходном предложении с какими-то весами. Ну, под весами я подразумеваю веса имбеддингов. В общем-то, а потом сложить вектора, получить attention score, преконкатинировать. Ну, и, в общем, поехали. Это работает намного лучше, чем просто перевод. Ну, просто потому, что когда энкодер начинает… точнее, когда декодер начинает переводить, у него есть только один агрегат над всем, что было. А тут еще есть какие-то, в зависимости от ситуации, какие-то дополнительные условные фичи. Ну, тут проскалярные произведения и softmax. Ну, это просто формула. Ну, вот эта матрица как раз о том, как слова переводятся друг в друга. Довольно показательно. Что даже в похожих языках, типа французского и английского, не все так однозначно. Ну, и, собственно, attention — это такая штука, которая позволила победить перевод длинных предложений. Ну, и дальше начинается совсем уже весело. Трансформеры. Давайте простыми словами. Что такое трансформер? Ну, понятно, да. Ну, да, в общем, мы на самом деле просто хотим посмотреть на слово в различных как бы плоскостях. Например, на слово как будто бы оно само по себе, на слово внутри контекста и на слово, я не знаю, относительно других слов. Типа, и там взяли несколько векторов, по-разному их перемножили с исходным имбеддингом, наложили еще несколько преобразований, получили вот это. Потом сказали, что а так можно сделать не один раз, а несколько в параллель, назвали это multi-head attention. ну, и все, как бы. Ну, в общем-то, все понятно, мне кажется. Чего, какие вопросы? А, ну да, там positional encoding еще остался, но это, в общем-то, вещь такая довольно тривиальная. В каком смысле? Ну, просто как-то смотри, вот чем вот, смотри, смотри, вот базовый принцип следующий. Вот смотри, когда у тебя есть в энкодере информация из исходного предложения, то ты можешь использовать все, вот, представь, следующее, твоя задача перевести одно предложение с одного языка на другой. Ты берешь исходное предложение, смотришь на него просто глазами и видишь следующее. Вот я беру первое слово и иду, например, в конец, там, смотрю, ага, ну, там, вот, окончание такое-то, рот морской, я не знаю. Хорошо, используем эту информацию. Грамматическая конструкция, там, какое-то время, какие-то, там, склонения и так далее, чего-нибудь там. И, в общем, так ты делаешь с каждым словом и, по сути, вот этот вот механизм self-attention ты как бы применяешь по-честному везде, как будто бы ты накладываешь вот это преобразование на все слова так, как будто бы ты знаешь все предложение. А когда ты переводишь, ты не можешь в момент перевода слова под номером 3 посчитать его какое-нибудь скалярное произведение со словом 5. Ты еще не дошла до этого момента. И поэтому тебе нужно как бы вот это зануление, оно как раз-таки оттуда и берется. Ты не берешь скалярное произведение третьего с пятым, потому что пятого еще не появилось. Ты берешь только третье со вторым и с первым. Второе только с первым. И вот это вот матрица треугольная как раз. нет, ну это лучше. Подожди, ты как бы когда ты обучаешься и когда ты переводишь, у тебя процесс не особо отличается. Ты не можешь посчитать. Ну это нечестно. Это как бы это лик в данных. Это то же самое, что ты предсказываешь временной ряд на обучении и заглядываешь. типа Смотри, вот ты получил вот давай так. Энкодер все там взяла, здорово, через него прогнала слово, предложение. Хорошо. Подаешь его в декодер. Вот у тебя твое слово. Ты еще не можешь его посчитать кроме attention с предыдущими, ну с энкодером, грубо говоря. Все. Хорошо, посчитала, наложила преобразование, получила, прогнала через вот эту сетку какую-нибудь, получила выход. Второе слово. А теперь второе. Опять self-attention, опять энкодер, опять все такое. И уже первое слово. Опять берем что-нибудь, скалярно перемножаем, накладываем и так далее. Все, получили. Теперь вот ты как бы переводишь с учетом того, как ты перевела первое слово. Когда ты переводишь третье на инференсе, ты уже делаешь все то же самое, только с учетом первого-второго. И вот это зануление на самом деле, оно ровно для этого и нужно. Просто что по-честному меняется и на практике перевод, чтобы он был по типу того же, как ты делаешь это потом на ну на инференсе. Сейчас. Где эта картинка? Сейчас я найду ее. Где она? Где она? Ох. Секунду, 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 секунду. Ну вот, короче говоря. Ты прокидываешь его в каждой дек... Вот сюда, да-да. Вот сюда, сюда. А здесь ты, например, можешь посчитать еще раз. Ну, понятно, да? Ну вот, это просто то, как отличается поведение энкодера и декодера просто потому, что ты банально не можешь смотреть вперед. Не, ну можешь, просто зачем тогда? У тебя модель не будет иметь обобщающую способность, она просто что-то там сделает. Ну, это то же самое, что ты два энкодера обучишь на самом деле. Просто тогда, ну, условно. Просто второй будет с учетом того, с учетом первого такого. Ну, кстати, вот такой вопрос провокационный задам. Вот представь, у тебя есть, я не знаю, вот энкодер-декодер обучила задачу перевода. Что можно сделать потом с энкодером отдельно? Это, типа, заброс на следующую лекцию. Вот смотри, ну да, 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 вот энкодер, о, да, классная идея на самом деле. Вот энкодер, он содержит у себя информацию, например, о структуре языка. Ты его обучила на исходном представлении. Он вообще никак на самом, нет, понятно, что он связан с переводом, например, с французского на английский, но по факту он все равно вот французский у себя что-то там изучил. Ты можешь оторвать декодер и поставить, например, на следующую задачку, типа определить наличие мата во французском предложении. Берешь энкодер, накладываешь еще один слой, обучаешь бинарную классификацию. Все, класс. Ну, в общем-то, дальше, ну, BERT примерно так и строится, просто там немножко другая штука делается. Я просто к тому, что это можно, этим можно жонглировать. Когда ты обучил машинный перевод, это не то, что типа, о, перевод, зачем нам вообще переводом заниматься, как бы. Ну, понятно, что, ну, кажется, что задача довольно узкая сама по себе изначально. Ну, непонятно, какие-то тут приходят люди, рассказывают про то, что переводить с одного языка на другой, это хорошо, но при этом это вроде как не весь текст. Но на самом деле, когда речь идет про текстовые задачи, и красота трансформера не в том, что он там сложно устроен, а в том, что можно его куски, ну, просто взять и использовать для других задач потом. Или, например, можно обучаться, ну, вот совсем там экзотические конструкции, взять, обучить перевод, взять энкодер, а потом сразу на две задачки там распараллелить, на два выхода. Опять же, там наличие мата и просто категоризация темы предложения, там, о чем идет речь, там, я не знаю, там, о футболе, о пиве или еще о чем-нибудь. Ну, в общем-то, да. Ну, короче, трансформер — это вещь такая довольно, ну, может быть, не просто она так называется, типа трансформер, там, как, это в каком-то смысле конструктор. Смотри, генерация немного по-другому принципу работает. Смотри, ты можешь взять энкодер, это, по сути, просто какой-то имбедер, на самом деле, такой своеобразный очень. А потом, ну, что нам нужно для того, чтобы генерировать? Ну, по сути, генерацию можно рассматривать несколькими путями. Классическая генерация — это что-то типа, ну, я не знаю, например, ухудшить сначала то, что есть, а потом восстановить. А потом наложить еще какое-то преобразование, и вот мы меняем контрастность, например, фотография. Или можно добавлять шум и пытаться из шума потом при помощи преобразования сгенерировать что-то дополнительное. Ну, в общем-то, там есть разные типы генерации. Ну, по сути, она так работает. Ну, собственно, опять же говоря о том, что будет дальше, если вы понимаете, что энкодер — это просто сущность, которая умеет в себе сохранить структуру языковую, ну, в каком-то виде, неважно, что-то она оттуда умеет вытаскивать, то ее можно прикручивать куда угодно. Ну, то же самое с декодером. А дальше начнется, типа, отцепим энкодер, прикрутим пару каких-то слоев или отцепим декодер, или возьмем два энкодера, два декодера и в ту и в другую сторону пройдемся. В общем, ну, это уже так, на самом деле, чистая инженерия. Ну, если говорить уже там о всяких GPT-шках, это возьмем все то же самое, просто будем еще перед текстом делать какое-нибудь ранжирование документов и поиск прикрутим, потом будем там что-то выдавать. Ну, как-то так, да. Поэтому трансформеры это прикольная штука даже не столько тем, сколько она позволяет машины перевод решать, сколько многогранностью. это такой универсальный кубик, который можно вставить в любую задачку. именно поэтому возможно за последнее время вы видели много всяких, ну, и статей там, и всяких, я не знаю, там, и научных, и популярных про то, что вот мы взяли, да, обучили там что-то там, Берт, и вот теперь мы предсказываем курс доллара. Я не знаю, там, ну, условно, по новостям, там, что-нибудь такое. Да, да. Ну, в общем-то, тут, ну, еще один нюанс. Обычно трансформеры, ну, не то, чтобы выгодно обучать ресурс на самому, и вы можете взять что-то предобученное, и в этом-то еще есть вторая инженерная прелесть, что вы можете взять что-то более-менее заготовленное и использовать его уже для своей узкой задачки. Ну, типа, представьте, у вас там какая-то большая архитектура, сетка обучалась на какие-нибудь изображениях, классификации, там, или, там, я не знаю, на текстах, на корпусах, там, гигантских, там, тысячи GPU-часов. Ну, у вас нет столько GPU. Ну, да, как-то так. Окей. Ну, что, все тогда. Есть какие-то еще вопросы? А что у вас за домашка третья по текстам как раз, да? МТ-рекогнишн. Что это такое? Не знаю, это кровоходство. МТ-рекогнишн – это, типа, предсказание пустого слова, что ли, или что, пропуска, или как оно? Да. Что-то звучит странно, надо вспомнить. понятненько, понятненько. Ну, ладно, окей, тогда на сегодня хватит. ВОСТОРЖЕННЫЕ 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 Продолжение следует...